Здравствуйте, уважаемые коллеги! Постараюсь кратко. Хочу представить результаты полевых исследований, которые проводились мной и моими коллегами в экспедициях за несколько последних лет. И поскольку материала набралось очень много, подумали, что можно представить это в виде систематизированной методики обследования, которая позволяет в кратчайшие сроки на удаленных объектах, не имея высокотехнологичной техники, произвести и собрать максимально полезное количество и качество данных. Собственно, актуальность обоснована тем, что органы охраны объектов культурного наследия обязаны проводить мониторинг состояния объектов культурного наследия. И дело в том, что это прописано в федеральном законе, и для выполнения этого пункта существует стандарт национальный, который описывает все возможные необходимые методики, которые необходимо произвести на объекте с целью определения его состояния, как в данный момент времени для составления проектно-смертной документации, так и в будущем. Стандарт обследования мониторинга осуществляется только согласно заданию и исключительно в рамках разработки проектно-смертной документации. Тем не менее, этот стандарт отсылает нас к другому, не менее важному стандарту здания и сооружения правил обследования и мониторинга технического состояния. К сожалению, он идет общий для всех объектов, независимо, памятники это или не памятники. И особенности объектов культурного наследия там не учитываются. Какие существуют современные проблемы проведения общего мониторинга, то есть само понятие общий мониторинг, очень редко у нас используется вообще в принципе в практике сохранения объектов культурного наследия. Хотя он дает очень важное обоснование принятия того или иного решения на административном уровне, какой объект необходимо в первую очередь выставить на реставрацию, какой на ремонт. То есть нет комплексного представления у административных структур, как управлять этим сложным организмом, как архитектурное наследие, историко-культурное. Также у нас не ведется наблюдение за техническим состоянием всего комплекса исторических центров, исторических кварталов, районов и так далее. Не отслеживаются технические параметры в широком хронологическом периоде. То есть здесь вот показан город Омск, это как раз та самая съемка с квадрокоптера, который у нас регулярно обновляется для всей городской застройки. Вы видите, во-первых, фрагментарность, но тем не менее радует то, что вот 2015, 2016, 2017 год можно увидеть разницу, как на спутнике. Тем не менее, хотелось бы, чтобы подобный анализ повторялся у нас на объектах культурного наследия. И также при составлении, при анализе технического состояния практически нет четкого понимания привязки к предмету охраны объектов культурного наследия. То есть если в организационной структуре, административной, у нас отдельно идет учетная документация по объекту и ценностным характеристикам, то при техническом обследовании у нас не затрагиваются при составлении актов вообще наличие, что вот данный элемент здания является предметом охраны. Что, собственно, у нас и затрудняет, на самом деле, юридические дела все в судах по искажению визуального облика объекта. И в настоящее время, когда проанализировав современные прикладные рекомендации введения общего мониторинга, к сожалению, я не обнаружила современных методов прикладных рекомендаций, которые позволяли бы пойти и объяснить, как пойти и снять данные, тот или иной характер технического состояния. И здесь я бы хотела вам сейчас представить методику экспресс-обследования по изучению технического состояния объектов в культурном наследии, которое было проведено в Нариме в 2017 году по гранту РГНФ. Условия нашей экспедиции не позволили провести высокотехнологические исследования. Во-первых, полевые условия, большой объем объектов, это 24 объекта культурного наследия, различная видовая категорийная принадлежность, это были как объекты исторического наследия, комплексы, архитектура и мемориалы. У нас было всего 14 дней и 7 человек представителей экспедиционной команды. Методика состояла из трех основных методов. Это естественные классические методы наши архитектурно-реставрационные. Это визуальный анализ объекта, фотофиксация. Метод инструментального обследования. Мы не смогли провести археологические обмеры, поэтому мы составляли архитектурные обмеры с фиксацией поздних наслоений и основные габариты. Также мы крупные дефекты, основные блоки, все-таки фиксировали. И также у нас был проведен метод экспресс-анализа технического состояния. Его предыстория, как он появился. Впервые в 2011 году у нас была проведена стажировка совместно со специалистами Карлсруи в Томске и была обследована улица в районе Татарская Слобода. Там и зародился этот метод с представителями университета Карлсруи. На ходу буквально сочиняли эту методику. И впоследствии я ее уже при своих экспедициях, полевых исследованиях частенько пробовала пробировать, попробовать, как она работает. Собственно, это был Ханты-Мансис, купеческий дом, Опьянисельский канал, гидротехнические сооружения и село Нарым, историко-архитектурный комплекс, жилые дома, общественные здания, мемориальные комплексы. Весь метод я разложила на четыре этапа. Предлагаю, что на первом этапе необходимо выявить структурно-функциональные элементы объекта культурного наследия. То есть как только мы выходим на объект культурного наследия, мы начинаем на него проводить визуальный анализ, при котором мы выявляем структурно-функциональные элементы этого объекта. Затем мы составляем анкету технического состояния, разрабатываем оценку состояния этих функциональных элементов и на последнем этапе получаем сводные данные. Выявление структурно-функциональных элементов объекта культурного наследия происходит у нас. Мы составляем общий перечень и затем его группируем по основным группам конструктивных элементов. Это внешние сети благоустройства, наружные стены, подвальный этаж, первый уровень, второй уровень наружные стены, то есть и так далее по оконным проемам-блокам, по дверным, внутренним, внешним, по кровли, кровельным материалам, видам, типам. То есть здесь вводятся максимально необходимые для ваших целей те категории, критерии оценки, которые вам необходимо знать. То есть их перечень может быть любой, в зависимости от типа и вида объекта, который вы изучаете. Затем мы определяем техническое состояние. Я традиционно закладываю стопроцентный диапазон от 0 до 100%, который говорит нам об устойчивости. Составляем анкеты, внешнюю и внутреннюю часть. Почему внешнюю, почему внутреннюю? Не всегда бывает доступ до внутренней части. Внешнюю часть составляем, исходя из визуального внешнего анализа, внутри, в дальнейшем вы увидите, что это важно, посмотреть, все-таки, увидеть эту разницу между техническим состоянием. Внутренняя часть составляется по тому же принципу. Составляются укрупненные блоки конструктивных элементов, структурно-функциональных. Дальше мы разрабатываем оценку состояния этих элементов. То есть в данной методике мы использовали для быстроты заполнения анкеты на месте, по факту при изучении объекта. Это маркеры определенные. Это хорошее состояние, среднее, то есть удовлетворительное, неудовлетворительное, либо элемент отсутствует. То есть каждому элементу мы присваивали маркер. Каждому этому маркеру соответствует у нас диапазон в процентном соотношении, то есть повреждения, состояние мы оцениваем общее. Дальше мы повреждения определяем, к примеру, у нас диапазон идет от 5 до 1, 5 – это хорошее состояние, 1 – это элемент практически отсутствует. Категорию также назначаем вмешательства и обязательно графа замечания. Собственно, все это сводится в сводную таблицу, матрицу показателей, где мы выносим внешнюю часть, внутреннюю по категориям. То есть здесь мы видим внешнюю часть, внутреннюю часть. Также мы сводную итоговую оценку, категорию вмешательства и уже вид вмешательства обозначаем. Объясню сейчас на примере, как это работает. Для объекта культурного наследия, такого, например, как это общий вид здания, это полицейское управление на Риме, например, матрица показателей, благоустройство. Средний балл у нас получился 2,2, стены 2,2. Поподробнее объясню здесь. При визуальном обследовании, определив, что, например, у нас гидроизоляция под покрытием кровли, например, находится в удовлетворительном состоянии, в хорошем, ее повреждение, например, равняется 20-40%, мы присваиваем вам балл 4 в диапазоне и категорию вмешательства. В принципе, простым арифметическим выведением среднего балла по блоку кровли или, например, по блоку стропильных конструкций мы вводим средний арифметический балл. Если элемент изначально отсутствовал, мы его не указываем и в систему расчета просто не принимаем. Дальше этот укрупненный блок мы включаем в матрицу показателей. Здесь, соответственно, назначаем диапазон балла, что от 0 до 1,5 баллов устойчивость элементов, то есть у нас сохранились следы, например, у нас есть лобовая доска на наличнике, и сохранились следы от декора, которые позволяют нам утверждать, что на наличнике существовал декор. В принципе, мы уже, соответственно, можем сделать какую-то процедуру воссоздания. И здесь мы назначим диапазон единица, средняя арифметическая. И вот по такой градации, по шкале мы можем это все увидеть. Сводная матрица позволяет нам определять и видеть в общем виде, например, если у нас удовлетворительное состояние, это зеленый цвет. В целом, видеть, какие конструкции у нас в каком техническом состоянии. Например, темно-синий цвет, это у нас аварийное состояние, либо объект вообще практически отсутствует. Мы видим сразу в общем взгляде в матрице показателей, что у нас она, в принципе, не так все и плачевненько находится. Желтый цвет, это у нас оранжевый, это хорошее состояние техническое. Дальше, на примере Куйбышева, дробь 1, мы при изучении этого объекта, при подробном обследовании обнаружили, что на самом деле второй этаж в очень хорошем состоянии техническом находится сруб. И устойчивое здание, деформация здания произошла под причиной того, что местные жители просто систематично выпиливают нижний этаж, разрушая тем самым каркас и прочность. Тем не менее, техническое состояние древесины было вполне адекватным. И точно так же по остаткам и признакам, по наличию слоев выветривания древесины, по крепежным элементам, по технологии обработки древесины, по элементам непосредственно, то есть мы можем отличить станковую обработку древесины или же это была ручная. То есть здесь можно четко определить при визуальном обследовании, какой у нас элемент подлинный, какой и в каком состоянии. Также эта методика интересна для других типов объектов культурного наследия, например, как надгробие, мемориальная могила Ермолаева Гольштейна. То есть здесь мы просто меняем непосредственно структуру этой анкеты, которую вот здесь она показана. мы берем благоустройство, естественно, поскольку это мемориальный комплекс конструкции, то есть характерные предметы, именно элементы, которые относятся к предмету охраны. И завершая, то есть готовится опорная схема, также с нанесением цветов, готовится итоговый комплект документов, это анкетирование, схемы архитектурные, фотофиксация. Кроме этого, наша камеральная обработка уже в домашних условиях, собранные материалы позволили нам сформировать таблицу окон, типичных для Нарыма, определить категории технического состояния типа конструкции в Нарыме, вывести градостроительную ретроспективу планировочного развития села Нарым, выявить функциональные модели разновременные. И, собственно, преимущество этой методики в ее простоте и наглядности. Я делаю обязательно акцент на том, что хочу сказать, что, конечно, это не панацея, и эта методика не должна выполняться именно специалистами, и исключительно в целях общего мониторинга состояния повторяться раз в два года, и позволяет нам видеть наглядно, как что у нас происходит для принятия тех или иных управленческих решений. Но ни в коем случае это не приговоры, нельзя считать полноценными актами технического состояния. То есть это исключительно мониторинг состояния для органов охраны. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. По какому критерию аварийное состояние определяется? У тебя, может, у вас случится? Нет, я действительно не сказала об этом. Аварийное состояние определяется, исходя из категории устойчивости элемента, того или иного. То есть мы берем функциональный элемент, например, балка перекрытия. Если в ней наличие деформации, то есть мы, во-первых, смотрим подлинность наличия, насколько этот элемент подлинный, насколько он в техническом состоянии находится, то есть деформации. То есть это анкета для визуального анализа, в первую очередь. Как правило, в подполье у нас есть входы, и в деревянных зданиях это вообще не проблема изучить. Но там также, там немножечко мы разметаем утеплитель, и там, в принципе, все видно. Так бывают случаи, когда не видно? Бывают в тех случаях, когда не видно, мы в анкете так и фиксируем. То есть недоступно для обследования, в принципе. То есть здесь вариант все-таки устойчивости. Я вот именно ввела понятие устойчивости элемента, поскольку когда мы с Германией работали, то есть у них было все просто. Они нам говорили, вот мы пнули, не отвалилось, значит, хорошее состояние, не аварийное. То есть и студентам иной раз вот так и приходится объяснять. Очень интересно, эта методика работает именно со студентами. Они быстрее и легче понимают, что такое акт технического состояния. Им легче перейти на акты технического состояния составления. А аварийность, все-таки возможность эксплуатации дальше этого элемента. Насколько он возможен в эксплуатации. Деформация балки. Процентный диапазон для этого ставится от нуля до двадцати. Может быть и ноль, и может быть двадцать. Но глядя, если вы при визуальном обследовании у вас есть подозрение, что вы видите, что доски вспучивают и идет деформация объекта, то ваше право поставить здесь двойку, плохое техническое состояние, неработоспособное, и отослать на обследование. То есть это требует срочно вмешательства. Редактор субтитров А.Семкин